Итак, в этом ролике мы реализуем drag-and-drop загрузку файлов, то есть пользователь переносит в браузер файл, отпускает и файл грузится на сервер. Я сделал пустое React приложение, написал некоторые обнуляющие стили. Итак, приступим к разработке. В первую очередь создадим состояние, которое будет отвечать за то, перенесен ли какой-то файл в область загрузки или нет. Дефолтное значение пока что сделаем true. Теперь при рендере компоненты проверим. В случае если условие истина, напишем пользователю, чтобы он отпустил файлы для загрузки. В ином же случае скажем ему, чтобы он перенес их в область этой загрузки. И теперь, чтобы эти два блога визуально как-то отличались помимо текста, добавим некоторое количество стилей. Мы повесили класс dropArea и внутри него пишем. Зададим некоторую высоту, ширину и сделаем вокруг этого блока пунктирную 5-пиксельную рамку черного цвета. И чтобы текст был отцентрован, сделаем display flex, align items center и justify content тоже center, что выровняет как по горизонтали, так и по вертикали. Вот так вот получилось. И состояние по умолчанию сделаем false. С визуальной частью на этом все, теперь займемся логикой. Для того, чтобы drag and drop работал, необходимо реализовать несколько слушателей. Если вы смотрели прошлые уроки, то вы уже знакомы с ними. На этом блоке достаточно drag start, drag leave и drag over. В каждом из слушателей вызываем функцию. Для каждой напишем соответствующее название. Для drag over и drag start будет одна и та же функция. Это максимально простая функция, и все, что мы будем в ней делать, это вызывать функцию prevent default, чтобы отключить действия браузера по умолчанию, и менять состояние на true, чтобы произошел перерендеринг. Drag leave будет такой же функционал, за исключением того, что состоянию мы будем присваивать false, поскольку слушатель отрабатывает, когда мы покидаем область данного блока. Далее все те же самые слушатели мы должны повесить и на блок с drop array. И сейчас можно посмотреть уже на промежуточный результат. Откроем браузер, возьмем какой-нибудь файл и пробуем перенести его в область загрузки. Как видите, происходит перерендеринг. Теперь осталось реализовать логику загрузки файла. На блок drop array добавляем еще один слушатель. Это слушатель on drop, поскольку здесь нам уже необходимо будет отпустить файл. Создаем функцию. И по аналогии здесь вызываем prevent default. Теперь нам необходимо из объекта data transfer получить файлы. Поскольку их может быть несколько, разворачиваем их с помощью оператора spread в массив. И давайте выведем этот массив в логе. Посмотрим в браузере, что там находится. Открываем браузер и пробуем перенести какой-нибудь файл. Отпускаем его. И видим, что в массиве один объект, и это как раз файл. Попробуем перекинуть сразу несколько файлов. И опять же это массив, и в нем находятся все файлы. Ну и после того, как файлы мы отпустили, необходимо вернуть исходное состояние. Поэтому делаем его false. И далее, имея массив файлов, уже не составит никакого труда отправить их на сервер. Существуют разные способы, как это сделать. И один, наверное, самый простой, это воспользоваться объектом form data, в котором с помощью функции append мы помещаем пары ключ-значение. Первым параметром пишем ключ. Вторым параметром значение. Передаем туда, допустим, первый файл. Если вы хотите отправить сразу все файлы, пробегайтесь в массиве и отправляете. Для http-запросов воспользуемся Axios. Это будет пост-запрос. Первым параметром пишем URL, а вторым передаем form data. Допустим, если у вас есть еще какие-то параметры, допустим, user ID, точно так же с помощью функции append добавляйте форм дату, и все. И третьим параметром можно передать какие-то опции. На этом с drag-and-drop загрузкой файла все. Если было полезно, оставляй лайк, пиши комментарий. А я жду тебя в следующих роликах.